В соревнованиях по пожарно-прикладным видам спорта участвуют свыше 200 спортсменов со всех областей Казахстана. Для первого турнира на Кубок Спортивной Федерации Пожарных и Спасателей это рекордный показатель. Во второй день состязаний спортсмены выявляли лучших в беге на 100 метров с препятствиями. Соревнования судят сами пожарные, которые, как никто другой, знают, как важны в работе скорость и умение преодолевать трудности. Всего в соревнованиях участвуют 22 команды со всех областей Казахстана, городов Алматы и Астаны, а также российская команда из Байконура. Состязаются взрослые мужские и женские команды и юниоры. Накануне уже прошли соревнования по подъему по штурмовой лестнице и уже определены первые победители турнира. Среди участников соревнований как юные спортсмены, делающие первые шаги на горевой дорожке, так и победители международных турниров, не раз встававшие на высокие пьедесталы. Но у всех одно стремление – стать первыми победителями в истории Кубка Федерации. Организации очень нравится. В прошлом году в Чехии занимали третье место по эсофетному виде и бронзовое место, бронзовое, боевое развертывание. Вот по штурмовой лестнице занял первое место и выиграл Кубок Федерации. Вот сегодня второй день, день сотни, все заново надо начинать. Постараюсь тоже в финал попасть, как вчера. Соревнования проходят на высоком уровне. Это подчеркивают все участники турнира. От того, насколько хорошо подготовлены спортивные площадки, зависят результаты и состав сборной Казахстана, который будет представлять страну на чемпионате мира. Особенно радуют руководители Федерации успехи женщин на этих соревнованиях. Представительницы прекрасного пола начали участвовать в состязаниях спасателей лишь 10 лет назад и уже зарекомендовали себя как одни из лучших в мире. Хочется поблагодарить всех руководителей областных спортивных управлений о серьезном подходе к данной работе, работе именно с юниорками и женщинами. При таком хорошем подходе, я думаю, мы сейчас находимся в пятерке сильнейших из 25 развитых стран. Ну, я думаю, мы должны быть одни из ведущих, я думаю, в скором времени. По итогам турнира лучшими в подъеме по штурмовой лестнице стали спортсмены Астаны, Южно-Казахстанской, Кызылординской и Актюбинской областей. В забеге на 100 метров с препятствиями спасатели Астаны, а также западно-казахстанского и восточно-казахстанского департаментов ЧАЭС. Члены этих команд и составят костяк сборной Казахстана. Даня Архидайбергенов, Бауржан Жусипов, Бахтияр Ташбулатов и Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.